Мне не понравился сегодня наш матч. С одной стороны, я парня и понимаю, я знаю, что могут такие быть ситуации с одной стороны, потому что физически-то мы не готовились, не было возможности. С другой стороны, недопустимо все равно так плохо играть первый тайм, как мы играли. На характере, как говорят, на зубах, надо играть лучше. Поэтому за сегодняшнюю игру мне стыдно. Что нужно сделать, Сергей Сергеевич, для того, чтобы какие меры, физику подтягивать или какие-то морально-волевые дела, чтобы такого не повторялось? Работать, планомерную работу. Объяснять, анализировать, показывать игрокам технико-тактическую составляющую, разговаривать о психологической. До этого три матча, которые были проведены, самоотдачей не было никаких претензий по самоотдаче. Не было. Здесь первый тайм был провальный просто. Поэтому, в общем-то, физику-то подтягивать когда? Где? Двадцатого сыграли. Через игры. А вот мы и играем. А у вас есть объяснение причинам такого первого тайма? Да я об этом только сейчас и говорил. То есть, волевые, да? Теперь волевые сегодня были плохо проявлены в первом тайме. Возможно, это не принесло бы, может, больших дивидендов игровых, но, тем не менее, они в любом случае должны были быть проявлены. А то, что не хватает, очевидно, движения, все, наверное, видят, я думаю. К Хабаровску как будут эти короткие дни готовиться? А как тут можно готовиться? Завтра восстановление, а потом сели в автобус, поехали в Москву. А потом приехали в Москву, сели в самолет, полетели туда. Опять моральные волевые выходили сейчас на первый план? Они всегда нужны, без них никуда не деться. Даже в хорошем состоянии, когда команда, это все равно всегда бывает. Психологи на первом месте. И вот этот матч, конечно, провели плохо. Еще вопрос есть? Дмитрий Кортнев, когда можно ожидать? Ну, у него же тяжелейшая травма была. Для вратаря, тем более. И восстановление, оно не может быть таким быстрым, как нам бы всем хотелось. Вот. И нормально работает. Вот. И когда он будет готов с такими травмами, в общем-то, по несколько месяцев люди лечатся, а потом разрабатывают. У него уже нет еще пока подвижности необходимой в плечевом составе. Он разрабатывает и активно этим занимается. Но есть еще физиология, анатомия, мгновенно не происходит. Но думаю, что с таким отношением, какое я вижу у него, он добьется того, что полноценно восстановится. Субтитры создавал DimaTorzok